Панели под кедр RADSAO CIDURE CLASSIC Первый шаг – установка стартового профиля на нижней части монтируемой поверхности. Профиль должен быть установлен на расстоянии 10 см от угла с учетом ширины угловой панели. Закрепите стартовый профиль гвоздями через каждые 30 см, убедившись, что он расположен ровно и строго горизонтально. Далее нужно определить общее количество панелей, необходимых для облицовки стены. Для этого разделите полную длину стены в сантиметрах за вычетом ширины используемых угловых деталей на 137 см – длина панели. Возможно, придется подогнать размер первых панелей для размещения конечной панели. Панель RADSAO CIDURE CLASSIC можно нарезать отрезками по 11 см в любом месте панели, при этом не допускается совпадение швов. Не отрезайте одновременно более одной замыкающей детали, на случай, если понадобится внести изменения в размерах в последующих рядах. Временно закрепите панель для того, чтобы облегчить крепеж угловой детали. Двигая слева направо, закрепите угловую панель RADSAO CIDURE примерно на 6 мм ниже стартового профиля. Подвиньте панель влево, уперев ее заподлицо в угол. Крепление панели в центральном направляющем отверстии поможет ей свободно сжиматься и расширяться в зависимости от изменения температуры. Удалите временное крепление. Для крепления панели необходимо как минимум 8 гвоздей. На рисунке они обозначены крестиком, один из которых служит крепежным элементом для предыдущей панели. Среднее расстояние стыковочного шва между панелями 6 мм. При температуре минус 1 градус Цельсия используйте голубой измерительный прибор, с помощью которого расположите панели так, чтобы ширина стыка составляла 1 см. Это расстояние гарантирует необходимое пространство для расширения панели в теплую погоду. Удостоверьтесь в том, что панель правильно расположена и закрепите ее в центральном направляющем отверстии. Устанавливать все остальные панели этого ряда будет удобнее, если вы будете придерживать панель с каждого из ее концов. Правую часть панели наклоните под углом 45 градусов, чтобы облегчить фиксацию левой части панели. Осторожно закрепите правую сторону. Убедитесь, что все монтажные штыри-фиксаторы задействованы. Тогда закрепите панель в центральном направляющем отверстии, а уже после этого вбейте все оставшиеся гвозди в верхнюю крепежную часть панели на равном расстоянии друг от друга. Панели NILITE снабжены монтажным штырем, расположенным на расстоянии 3 мм от верхнего края штырей-фиксаторов. Последовательно устанавливая панели, ни в коем случае не заталкивайте их сверху вниз друг на друга, ниже монтажного штыря. Монтажный штырь разработан для предотвращения коробления панели при изменении температуры. Для крепления панели необходимо как минимум 8 гвоздей, один из которых служит крепежным элементом для предыдущей панели. Нержавеющие гвозди должны крепиться к прочной поверхности на глубину по меньшей мере 1 см. Убедитесь в том, что шляпки гвоздей лишь слегка соприкасаются с поверхностью панели, что позволит панели свободно двигаться при изменении температуры. Всегда вбивайте гвозди под прямым углом к панели. Как видите, мы повторили все предыдущие шаги, чтобы смонтировать целый ряд. Не крепите последние два конечных элемента в центральном направляющем отверстии, пока вы не закрепите последний элемент в угловой панели или J-профиле. Сделав это, вы можете правильно разместить два конечных элемента с нужным расстоянием на стыке, после чего можно закреплять их в центральном направляющем отверстии. Убедитесь, что последний отрезок панели на стене справа по размерам не меньше 30 см. Не забудьте просверлить новое центральное направляющее отверстие на этом отрезке панели. Покрытие будет смотреться более естественно, если чередовать через ряд ступени в 11 см. Таким образом, панели будут совпадать по рисунку через ряд. После монтажа первого ряда панелей и при монтаже последующих рядов, необходимо отойти от стены подальше и убедиться в том, что вертикальные швы на панелях не совпадают. J-профили Nih-Lite могут использоваться как внутренние углы. Отрежьте профиль необходимого размера. Перед установкой профиля рекомендуется выровнять угол винипластовой или алюминиевой полосой. Монтаж панелей RADSAU SIDER требует осторожности. Мы надеемся, что советы данные в этом фильме окажутся для вас полезными. За более подробной информацией по установке панелей Nih-Lite обращайтесь к инструкциям по монтажу, вложенным в каждую коробку, наиболее естественных по виду панелей под кедр. Nih-Lite. Мы усовершенствовали то, чем пренебрегла природа. За дополнительной информацией о компании Nih-Lite и ее продукции обращайтесь на наш сайт www.nih-lite-defice-siding.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова